Библейский портал экзегет.ру представляет Евангелие от Луки Я буду читать в своем, собственно, пока не изданном переводе Для библейского портала экзегет, первая глава Ну, конечно, перед началом новой книги Хочется о ней поговорить немножко И рассказать о том, что это за книга Но надо ли представлять Евангелие? Наверное, нет Но надо представить Евангелие от Луки Конечно, наверняка все знают о том, что Три Евангелия называются синаптическими Потому что они примерно одинаково описывают события Это Матфей, Марк и Лука Иоанн, он более поздний, он так, с высоты птичьего полета Они скорее на земле И мы с вами, когда читаем Евангелие Я не очень много говорю о синаптических различиях Почему Лука немножко иначе, чем Матфей и Марк Ну, буду очень редко об этом упоминать И скорее мы с вами смотрим на текст Как на единое целое То есть мы знаем об этих событиях Вряд ли кто-то смотрит канал Экзегета Вообще ничего не слышал никогда про Иисуса Христа Впервые о нем узнают Мы знаем примерно, как описаны эти события в Евангелиях Но давайте обратим внимание и сегодня, и сейчас, и в дальнейшем Как описывает их именно Лука И вот вы знаете, он мой любимый евангелист Почему? Он последовательный и радостный Я вот видите, даже оделся в светлое Потому что Луке этот свет очень подходит Нет, все евангелисты радостные Когда речь заходит о воскресении, о чем-то еще Но Лука последовательно радостный Вот он обращает внимание на какие-то вещи, которые другие, может быть, пропускают мимо Вот распинают Христа, да? Что может быть страшнее? А он и там находит благоразумного разбойника Только Лука, между прочим, его находит Другие евангелисты о нем молчат Или вот с самого начала Мы сейчас будем это читать И вот я уже перехожу к первой главе Он объясняет, откуда все это Вот не просто как Марк Бабах И пошло повествование, да? Или Матфей, всякие пророчества И вот они сбылись А кто такой я? Кто такой ты, дорогой читатель? Как мы с тобой будем это описывать, изучать, исследовать? Зачем нам это нужно? Я начинаю читать Немало писателей начало составлять свои повествования о событиях, которые у нас произошли Они опираются на рассказы тех, кто с самого начала был вместе со словом и служил ему Вот поэтому я, чертно изучився с самого начала Решил написать об этом тебе, досточтимый феофил Чтобы ты достоверно узнал о том, чему тебя научили прежде Смотрите, у Кани первой немало То есть сказать, что это Марк и Матфей Недостаточно Евангелий много А может быть какие-то заметки Которые просто до нас не дошли И нам неизвестно И еще он обращается к нам Мы с вами феофил По-гречески это боголюбец К тому же досточтимый Вот как он обращается к своему читателю Очень вероятно, что феофил это какой-то человек Занимающий высокое положение в римском обществе И Лука хочет его обратить к христианству Или наоборот Он уже обращен, но недостаточно о нем знает А может быть это собирательный образ Вот любой человек, который любит Бога Вот что нужно, чтобы узнать о Христе Нужно Бога любить Все остальные детали Знаешь ты там, не знаешь И с другой стороны он обращает внимание Надо тщательно изучить все с самого начала Чтобы ты достоверно узнал о том Чему тебя научили прежде То есть, конечно же Какие-то начала веры Обычно преподаются и всегда так было В устном разговоре Просто иногда человек смотрит, видит и впечатляется Вот такие есть христиане Они живут каким-то очень интересным образом Но дальше начинается вот этот вот кошмар приблизительности Когда толком ничего человек не знает И фантазирует, изобретает какую-то свою версию Тщательно изучив все с самого начала Чтобы ты достоверно узнал о том О чем ты, в общем-то, уже знаешь Но расплывчато и не конкретно С чего же начинается? Был в Удеев одни царя Ирода Один священник по имени Захари Он принадлежал к череде Ави Ну, здесь можно долго рассказывать Что царь Ирод великий, который Да, правитель великий Но при этом очень отрицательный персонаж Собственно, всех, кто о нем пишет Захарий – это священник Он служит в Иерусалимском храме Там священники делятся на определенные группы Череды, как они здесь называются И они сменяются Его жена по имени Елизавета Тоже была из Аронова рода То есть тоже потомок священников И она и он были праведны пред Богом И поступали по всем заповедям и повелениям Господним безупречно Но ребенка у них не было Елизавета оказалась бесплодна Так они и вошли в преклонный возраст Бесплодие, конечно, понимается Как большой позор Особенно для женщин Но для мужчин тоже И в этом какое-то противоречие Для всех окружающих Как же они праведны И Господь должен был их наградить Чем наградить супружеского пару? Прежде всего Хорошими детьми Чтобы их было много Чтобы они радовали родителей А вот нет И это вызывает такие подозрения Наверное, вот грешные эти люди Что-то мы просто не знаем про них А и, кстати, обратим внимание А при чем здесь все это? Это же не история Иисуса Это история Иоанна Крестителя Его рождения Ну, родился он и родился Можно же прямо сразу Да, вот Иоанн проповедует Да, без него не обойтись Но зачем история его рождения? А вот очень часто воспринимают Евангелие так Те, кто приблизительно знает его Что вот, ну, было там чего-то такое Где-то как-то А потом пришел Иисус И это все старое Оно абсолютно неважно Куда ты делаешь Ветхий Завет читать не надо Какие-то дикие сказки Первобытных евреев А вот это все начинается заново Нет, нет Лука, который блестящий стилист Греческий Он очень хорошо образован Я не знаю, кто он был по национальности Никто не знает Но явно великолепно владеет Литературным греческим Единственный из всех четырех евангелистов Да И он свое предисловие Вот это вот введение Пишет на изысканном греческом Да А тут вдруг он начинает Как бы коряво спотыкаясь С таким тяжелым Ближневосточным акцентом говорить Но этот акцент Это язык Ветхого Завета И в Ветхом Завете Бесконечные родословия Кто от кого родился Это очень важно Вот здесь священник Его жена Тоже из священнического рода Он служит в Иерусалимском храме Это все не мелочи Это все невероятно важно И дальше описание того, что происходит Однажды, когда Захарий Вместе с его чередой Подошло время Служить перед Богом Выпал Захарий жребий Так водится у священников Войти в храм Господний И совершить воскурение Вот череда Это большая группа Значит, обязанности распределяются по жребию Он совершает воскурение Это внутри храма Это очень почетное действие Не каждому Каждый раз дается Весь остальной народ Во время воскурения Молился снаружи Ведь храм Ветхозаветный Это скорее такой дом Где символически обитает Бог То есть молитва происходит Перед храмом А внутрь входят только священники И не так, чтобы все И каждый день Совершенно другое устройство Чем храм христианский Куда все заходят И даже чем алтарь Куда заходят только священники А и те, кто им помогает Вот внутрь храма Входят только для Особых конкретных действий И это как бы дом Бога Захарий тогда явился Ангел Господний Он стоял по правую руку От жертвенника для воскурения Вот такое сочетание С одной стороны Размеренное Ветхозаветное богослужение С другой стороны Откровение, которое приходит Но приходит в его рамках Исаия тоже священник был И тоже ему было откровение Когда он вошел внутрь Захариус смутило это видение На него напал страх Ангел сказал ему Не бойся, Захария Твоя молитва услышана Жена Елизаветы родит тебе сына Назовешь его Иоанном Будешь радоваться о нем И ликовать И многими его рождение Подарит радость Он будет пред Господом велик Вина и хмельного не будет пить Духом исполнится От чрева матери Многих сыновей Израиля Обратит он к Господу и к Богу И сам пред ним пойдет Духи Ильи И с силой его Обратит он сердца отцов к детям Они покорны их праведным мыслям Чтобы народ был готов Встретить Господа Казалось бы Ну, родится у тебя сын Здорово Ты об этом давно мечтал Но этого мало Он не будет пить Вольна и хмельного Это не просто воздержание Но это некоторое сходство С обрядом назарейства Вообще вся эта история Очень напоминает Историю Самуила Да, и некоторых других Ветхозаветных праведников Которые рождались уже У людей После долгого периода Бесплодия Да, и которые С самого момента своего рождения Были опосвящены Богу Вот И, соответственно, был такой Обряд назарейства Он уже в новозаветные времена Фактически не практиковался Назарей тот, кто посвящает себя Богу И он, в частности, отказывается От всего, что связано с виноградом От алкоголя и даже от просто виноградных плодов Что значит, что он пойдет в духе Ильи И с силой его Было такое представление Пророк Малахия в конце своей книги Говорит о том, что Илья придет для того Чтобы обратить сердца отцов к детям Ну, как бы восстановить разорванную связь поколений Перед Днем Господнем Перед тем, как Господь придет к своему народу Ну, и многие это понимали так Что Илья, он же взят был живым на небо Описано его восшествие на огненной колеснице То есть, он как бы не умирал Вот Илья спустится с небес Может, на той же самой колеснице И дальше он как-то будет готовить людей К приходу Господа Здесь не сказано, что этот ребенок Будет некоторым воплощением Ильи Кто-то может даже умудриться Здесь увидеть переселение душ А в духе Ильи и с силой его То есть, Илья – это не обязательно личность Это скорее роль Которую этот самый Иоанн Будет исполнять Захария спросил ангела Как мне узнать, что это сбудется? Я ведь уже старик, да и жена моя состарилась Ну, то есть, с точки зрения обыденной Это не должно быть Ангел сказал ему в ответ Я Гавриил, я стою пред Богом Я был послан, чтобы говорить с тобой Возвестить себе это А ты останешься немым Ты не сможешь говорить до того дня Когда все это сбудется За то, что не поверил моим словам Они исполнятся в свое время Ну, то есть, человек, который Первым ответом Которого было сомнение И неуверенность Он больше не будет В состоянии отвечать До той поры Пока это сомнение не разрешится Народ тем временем Ждал Захарию снаружи И удивлялся, что он задерживается В храме Когда он вышел Оказалось, что он не может Им ничего сказать Вероятно, от него ожидалось Какое-то благословение Да, ну, ритуал Естественно, священник что-то Говорит все время Так они поняли, что ему В храме было видение Сам он объяснялся С людьми знаками И оставался немым Когда завершились Дни служения Он вернулся к себе домой Вскоре после тех дней Его жена Елизавета Забеременела И пять месяцев Скрывалась это о всех Ну, видимо Какая-то, ну, и такая Скажем, скромность женская Но еще и опасения А вдруг не удастся выносить Да, раньше времени Объявить об этом Она говорила В эти дни взглянул на меня Господь и вот что сотворил Чтобы снять с меня Позор перед людьми Ну, а у нее Такой свой женский взгляд То есть Ангел-то говорит о том Что этот Ребенок Он будет совершенно Особым человеком А она просто радуется О том, что Она, наконец Перестанет быть Опозорена Своей бездетностью А на ее шестом месяце Ну, потому что С точки зрения Ветхозаветных Родословий Как раз именно Род по отцу Считается Имя той девушки Мария Он пришел И приветствовал ее Радуйся Ты благодать и радость Обрела Господь с тобой Она смутилась От таких слов И не удумевала Что бы такое Приветствие могло означать Ангел продолжил Не бойся, Мария От Бога ты обрела Благодать Ты зачнешь Выносишь Родишь сына И ты дашь ему имя Иисус Он будет велик Сыном Всевышнего Его назовут Господь Бог ему передаст Престол Давида Правоцу его Во веки будет царствовать Он над домом Иакова И царства его Не будет конца То есть Он становится Тоже Царем Который Как и Вот Иоанн Пророком Который возвещает Предшествие дня Господнего Царства его Не будет конца Не очень понятно Что означает Вот эти слова То есть То ли он будет вечен То ли Он установит царство Которое продолжится Даже В случае Если он умрет Но она этих подробностей Не спрашивает Это ясное указание На мессианское достоинство Того кто рождается Мессия Которого ожидают И вот смотрите Мессия приходит После того Как ему готовят дорогу Лука Очень тщательно выстраивает Даже с точки зрения стиля Мостик с ветхим завязаном Матфей делает То же самое Но он делает это Через пророчество А Лука делает Это через стилистику Во-первых Говорит Языком Ветхого завета Во-вторых Показывает Что рождение Иоанна Это такое Абсолютно Ветхозаветное событие А потом от него Переход к рождению Иисуса Что-то очень похоже Тоже явление ангела И при этом И при этом она Вдруг беременеет Мария спросила ангела Как же это произойдет Ведь я еще не была С мужчиной Ангел сказал ей В ответ На тебя сойдет Святой Дух И сила Всевышнего Тебя осенит Потому и родится Святое Дитя И Сыном Божьим Его назовут Вот родственница Твоя Елизавета Вынашивает сына В преклонные годы А месяц уже шестой А ведь ее считали Бесплодной Ни одно слово От Бога Не останется бессильным Вот здесь как раз Это рождение Иоанна Оно служит Ну некоторым ответом То есть Смотри Есть вещи Которые Как бы важнее Чем законы природы Да И Бог Он сам находит Кого и в каком Качестве Прославить Или вывести Из позора Да Поэтому Он может не беспокоиться На эту тему Вот Тоже именно Лука Это показывает Трагичность Этой ситуации Она как бы Сглаживается тем Что Она не одна Что вот Чудесное Зачатие Рождения ребенка Оно уже Происходит где-то И Мария просто Вот Имеет с кем Поговорить об этом Мария сказала Я раба господня Да будет со мной Как ты сказал И ангел Ее покинул В ближайшие дни Мария направилась В город В Иудейском Нагоре Где жил Захария Она вошла в его дом И приветствовала Елизавету Едва лишь Елизавета услышала Приветствую Мария И зашевелилась В ней В очреве Младенец И сама Елизавета Исполнилась Святым Духом И воскликнула Во весь голос Тоже вот Интересный эпизод Когда Младенец Едва зачатый Ну Шестой месяц Ему Да Он Как бы Приветствует Другого Едва зачатого Младенца Только что Зачатого Иоанн Креститель Приветствует Иисуса Христа Да И Такая радостная Семейная сцена В то же время Две женщины Родственницы Дальние родственницы Которые забеременели Да И у них есть Что-то общее Даже вот просто Чисто по-женски По-человечески Они встречаются И начинают что-то Обсуждать И среди этого Рождается гимн Вот первая глава Евангелия от Луки Полна этих гимнов Гимнов очень Ветхозаветных По своей структуре Нигде больше В Евангелиях Мы не встречаем Такого Обилия текстов Которые вот Как будто сошли Со страниц Ветхого Завета Ну где-то есть Отдельные там Осанна Вышних И так далее Да Ну и очень Небольшие кусочки Она вся Наполнена этим Луканом Как бы показывает Вот он Ветхий Завет Который Встречается с Новым Примерно так же Как Елизавета Встречается с Марией И воскрикнула Во весь голос Благословенно Ты среди женщин И благословен Плод в твоем чреве За что же мне Такое дано Мать Господа Моя пришла ко мне Едва достигли Моего слуха Слова приветствия Твоего Зашевелился Возликовал Младенец Во чреве моем Благо той Кто поверила Сбудется Что от Господа Ей возвещено Благо той Кто поверила Да Вот Захария Медлил поверить А Мария Поверила сразу И Конечно Здесь есть Такая перекличка Между этими Двумя Эпизодами Отвечала Мария Душа моя Господа Величает Ликует Дух мой О Боге Спасителе Моем Взглянул он На неприметную Свою рабу И отныне Все поколения Блаженные Меня назовут Совершил для меня Великое Могучее Святое имя Его Милость Его Из рода В род К тем Кто боится Его Простерта Его мощная Рука Он Рассеял Гордецов И все Замыслы Их Могучих С престолов Низверг А неприметных Вознес Кто голодал Тех Насытил Он Добром Кто Богател Тех Ни с чем Отослал Принял Он Израиль Как свое Дитя И о милости Не забыл Как обещал Прежде Нашим Отцам Аврааму И потом Сто Его Навек Очень похож Этот гимн Кстати На Благодарственный Гимн Анны Матери Самуила В самом начале Во второй главе Первой книги Царств Или Самуила И Вот Смотрите Там-то тоже Женщина Которая долго Была бесплодной И наконец По ее молитве Бог ей даровал Зачатие А здесь Мария Которая сразу Принимает Ровно Противоположную Ситуацию Когда она еще Слишком Юна И незамужняя И вроде Казалось бы Не ей это сейчас Нужно А кому-то еще Но тем не менее Вот Она принимает Это сразу И Вот она Говорит Что он Рассеял Гордецов Во все Замыслы Их могучих С престолов Незверка Неприметных Вознес То есть Он ее Вознес Хотя Ситуация Такая Крайне Позорная Да И Матфей Как раз Будет рассказывать Долго и подробно Как Вот Иосиф Он Не то что Очень долго Но будет Рассказывать Как Иосиф Нареченный Супруг Марии Он Сомневался И там Нужно было Целое явление Ангела Для того Чтобы он Поверил Здесь Этого Пока что Не видно Ну там Рождество Будет в следующей Главе А здесь Вот У Луки Как раз Такое Ликование Да Вот Все Как-нибудь Устроится И вот Этого Ликования Очень Много Мария Оставалась С Елизаветой Месяца Три Потом Вернулась К себе Домой Вот Тоже Такие Женские Истории Тем более Что Как раз До самых Родов Она С ней Была Да Елизавета Елизавете Пришло Время Рожать Она Родила Сына Ее Соседи И вся Родня Узнали Какую Великую Милость Ей Господь И радовались Вместе С ней А на Восьмой День Пришли Делал С мальчику Обрезание Ну это Иудейские Обыча Естественно И хотели Назвать Его Захарий Очевидно Во время Обрезания Давали Имя Как Звали Его Отца Но Мать Возразила Какое имя Он хочет Ему Дать То есть Такое ощущение Что его Считали Еще и Глухим Ну или Он и был Глухим Если человек Не говорит То многие Считают Что он Не слышит Он попросил Табличку И на ней Написал Ко всеобщему Удивлению Имя Ему Иоанн Точно С его Уста Открылись Речь Вернулась И он Стал Благословлять Бога Всех Кто Был Рядом Охватил Трепет О случившемся Подробно Рассказывали По всему Иудейскому Нагорю Вот еще Это Свойство Луки Он рассказывает Как постепенно Распространяется Еще даже Неблагая Весть Об Иисусе Хотя Когда приходит Иисус Тоже Постоянно Это у него Будет Но Вот Бог Входит В жизнь Своего Народа И народ Принимает Это Пусть Это всего Лишь Радость О Надо же Елизавета Долго Была Бесплодной Наконец Родила Мальчика Как это Здорово Давайте Порадуемся За него Небольшая История Но из Таких Небольших Историй Собирается Вот это Благовестие Весть о том Как благо Приходит К людям И все Кто слышал Крепко Сохраняли Это в памяти И спрашивали Что же Это выйдет Из этого Ребенка Ведь была На нем Господня Рука Вот тоже Люди Еще Может Не понимают Что К чему Как Но они Чувствуют Присутствие Бога В своей Жизни Вот пусть Люди Просто признают Происходят В мире Добрые чудеса Среди Всего Того Кошмара Который Конечно Творится Параллельно С ними А его Отец Захарий Исполнился Святого Духа И стал Пророчествовать Вот зачем Здесь Это Вот Читая Иван Гриат Луки Вот точку Бы поставить Все Обрадовались Все Хорошо А тут Еще Целое Длинное Пророчество Мы Уже Все Понимаем А А вот смотрите Отец Захарии Отец Ивана Захария Переходит От сомнения К вере Это очень важно То есть Казалось бы Захария Вот Евангелие Это Ну Персонаж Который Конечно Нужен Потому что Иоанн Креститель От кого-то же Родился Да У него были Мама и папа Надо их упомянуть Можно и не упоминать Другие синоптики Не рассказывают Эту историю Ну Раз уж упомянули Надо сказать Но Очень важно Сказать Что Захария Который Ну Наверное Поскольку Он же пожилой человек Не дожил До Собственно Проповеди Иисуса Тем более До его Смерти И воскресения Но и он В этом участвует Пророчески Как-то В ожидании Он уже Перешел От неверия Сомнения К вере Пусть это Всего лишь У него Сын родился И Слова его Пророчества Которые Одновременные Гимны Еще один Гимн Последний У Луки Ну Нет Не последний Последний В этой главе Благословен Господь Бог Израиля Взглянул Он на свой Народ Искупление Ему даровал И из рода Давида Слуги своего Он воздвиг Того Кто нас спасет О Он уже знает Про Иисуса Да Потому что Род Давида Это не его Род Это род Иисуса Как от века Возвещал Через уста Святых пророков Своих Спасет он Нас от врагов И от руки Всех Кто ненавидит Нас Ради милости Своей К нашим Отцам Ради памяти О завете Своем Святом Смотрите Он в общем-то Понимает Это тоже Совершенно По ветхозаветному Спасению От врагов Многие будут Потом так Понимать Что Иисус Освободит От римлян Как мессия Как Христос Что он Создаст Царство Израиля Разрушенное Сядет на престоле Давида Победит Окрестные народы Ну и Захария Так понимает Ничего страшного Вот Лука не требует От людей Многого Он радуется Тому малому Что уже происходит Такую клятву Аврааму Он дал Правцу нашему Что избавит Нас от руки Врагов Чтобы мы смогли Безо всякого Страха ему Служить в святости И праведности Перед его лицом Во все дни Пока живем То есть Захария Вот такой Священник Он хочет Служить Богу Он не думает Что то Что произойдет Дальше Это будет Как бы переворотом Да Что вот это Храмовое Богослужение Оно Отныне не главное Но до этого Еще надо дойти Да И тем не менее Все равно Очень важно Что Вот то Что приходит Иисус Не отменяет Вот этого Всего Ветхозаветного Лука Это тщательно Показывает А тебя Дитя мое Назовут Пророком Всевышнего И ты пройдешь Пред Господом Ему Приготовить Путь Дать знания О спасении Народа Его Путь К прощению Грехов Указать Тоже Очень важно Он говорит Захария Что главное Это конечно Тот Кто еще не родился Сын Марии Да Но Для того Чтобы Все с ним Состоялось Должен быть Кто-то И он говорит Вот Ты дитя Мой Новорожденный Сын Ты будешь Тем Кто приготовит Его приход Должно быть Обидно Отцу Что кто-то Больше Чем его Дитя Тем более О котором Ему Ангел Возвестил А вот Ему нет Вот он Вполне Доволен тем Что у каждого Есть свое место В этой истории Милосерденно Благ Наш Бог Потому с высоты Возрит на нас Восход И просветит Сидящих во тьме И в тени смерти Направит нас Чтобы нам По мирной дороге Ступать То есть В любом случае Это То что приходит Ко всему Израильскому народу И в общем-то Ко всему человечеству Хотя об этом Захария пока не говорит И Кто там Первый Кто второй Это Не принципиально В будущем Иоанн будет Легко Уступать Первое место Иисусу А младенец То есть Иоанн Вырастал Укреплялся В духе Он жил В пустыне До того самого дня Как явился Народу Израиля И больше ничего Вот Казалось бы Нам Хотелось бы узнать Историю Иоанна Крестителя Сегодня Исследователи говорят Он очень похож На жителей Кумрана Там особая Такая община Где строгий Аскетизм Они в пустыне Тоже жили На берегах Мертвого моря Может быть Иоанн Там тоже жил Да Почему бы Нет Может быть Он там Прошел Такую школу Аскезы Такой Проповеди Пламенного Обличения Религиозных лидеров Из Иерусалима Кумраниты Их тоже Не любили Очень А это не очень важно То есть Вот Смотрите Эта история Маленькая Семейная история Вот Не было ребеночка А вот он родился И как все Этому рады И это Господь дал Это ангел Вот это важно А вся история Иоанна Крестителя От Того момента Как он родился И вплоть до того Как он пришел Собственно говоря Вот показать Людям На Иисуса Она просто пропускается Вот приоритеты Луки Да Семейная И маленькая Оказывается Больше чем Так сказать Вся его биография Которую потребовали В отделе кадров Для приема на работу Но Его же приняли на работу В тот момент Когда объявили О его будущем рождении Когда это сделал Ангел Ну а вторая глава Будет конечно Про Рождество Иисуса Продолжение следует... Продолжение следует...